Юлия Демина – член Творческого союза художников с 2012 года. За время нахождения в нем набралась опыта, благодаря той атмосфере и коллективу, который всегда помогает. Участвует в каждой выставке, и это не исключение. Здесь представлены две картины Юли. Вот эта картина белая, она называется «Ангелы укажут путь». По лабиринту мы можем ходить в лабиринтах ума, в лабиринтах по жизни, в поисках себя. Но нужно просто прислушаться иногда к себе, прислушаться, попросить помощи у ангелов, у высших каких-то сил, прийти к Богу, спросить совета какого-то. Селекция религиозного искусства – одно из направлений Творческого союза художников. А вот Евгений Аверин в союзе продвигает другой вид современного искусства. Начинал с живописи и графики, понял, что это не для него и перешел на калаш. Современное искусство не всем дано понять сразу, но Евгений это уже давно не пугает. Это только можно объяснять какие-то моменты, когда понимание человека приходит. Достаточно просто некоторой степени убедительности проявить, наверное, в себе. И если у собеседника тем более будет желание понять что-то и новое для себя узнать, тогда никаких проблем, я думаю, не возникнет. Не только молодые художники продвигают современное искусство. Виктор Лапонов в союзе с 2016 года. Авангард привлекал художника давно, и картины создавал он именно в этом стиле. Однако долгое время Виктор не участвовал в выставках, и только творческий союз позволил ему раскрыться и погрузиться полностью в современное искусство. С самого начала, когда стал заниматься этим, я ориентировался всегда именно на авангард. Потому что, ну, такой вот такой я человек, понимаете, это же все зависит от внутреннего мира. Как ты понимаешь, как ты воспринимаешь, и как ты хотелось бы тебе вот это все выразить. Около месяца назад Творческий союз художников возглавил новый председатель. Скульптор Александр Ромашевский занял эту должность и уже начал вносить некоторые новшества. Само название его первой выставки тоже выбрано не случайно. Новая глава по-новому метет, может быть. Может быть, что-то надежда на какое-то движение вперед, я, по крайней мере, надеюсь на это. Так что я по желанию к членам союза для участия в выставке написал, что надеюсь, что ваше участие в этой выставке – это будет для вас новая глава в вашем творчестве. Познакомиться с новой главой Творческого союза художников, погрузиться в современное искусство и найти свой смысл в каждой из работ можно в выставочном зале «Рост». Выставка «Новая глава» открыта для посетителей до конца мая. Екатерина Пенько, Алексей Рязанцев, Брянск.